В конце года я хочу сделать некий обзор того, что произошло за этот год, и в основном коснусь социальных вопросов. Если вы помните, в этом году было наводнение, и вот мы, как церковь, приняли участие потом по оказанию помощи. Даже наши люди с Турции приняли в этом участие, послав продукты в Грузию. Мы здесь, для волонтеров, мы приобретали воду, перчатки, делали пудерброды и таким образом принимали участие. Чтобы они пили чистую воду и не дышали вот тем загрязненным воздухом. По информации, которую предоставила Мака, в этом году 210 человек им была оказана помощь. Сегодня в Тбилиси помогаем где-то 28 человекам, и чтобы вы знали, каждый из вас вы участники этого. И, конечно же, группа милосердия беспокоится, об этом заботится. Также кормим в горе 15 человек. Там 8 детей и 7 подростков, и была интересная история. Когда позвали по соседству людей. Одна семья ходила, у которых был их, так называемый, духовный наставник. Да, аукр залез в Сиярули. И... К священник. И он запретил им посещать, и там была семья с четырьмя детьми. Амир задал задание детям. А ну-ка, если вы можете, нарисуйте добро, как вы его представляете. Вы знаете, кто-то цветочки нарисовал, кто-то птичек. А вот один ребенок, о котором запретил этот священник им посещать, он также узнал об этом задании. И этот ребенок нарисовал ту комнату, где они кушали, ели. Стол, накрытая еда, дети. И подписал, это есть добро и любовь. И спустя, спустя несколько дней, эти запреты, они просто уже не работали, и эти люди вернулись с детьми. Также в Сартучалах, пока своими собственными ресурсами, также кормят 6 человек. В Батуме кормят 10 человек. И таким образом питаются 59 человек. И я сейчас не перечисляю, что была потрачена группа милосердия на операции, на лекарства и подобное. Воскресная школа была в горе, рядом с горе, в приюте, где незащищенные социально дети. Был проведен определенный праздник, мероприятия, раздали также подарки. К лету воскресная школа сама своими собственными силами собрали тысячу лар, и пять детей были профинансированы, чтобы принять участие в лагерях. Вы помните, что своими руками, рукоделия, поделки различные, которые делала воскресная школа, и были вот эти выставки, вы приобретали, вы даже платили цену подороже, чем стоило, и таким образом были собраны эти ресурсы. В двух школах, которые располагаются в Дигуме и Гуромишвиле, были также розданы игрушки, подарки. В трех детских домах Дату Зубиташвили, он организовал это. Наши стилисты пошли в эти дома, была такая акция, стригли всех бесплатно, и детей, и даже одного врача постригли, и учителей. Пятнадцать из них были синдрома Тауна, тридцать пятеро всего детей. Также дети с ограниченными возможностями, с особыми возможностями. Таким образом выразили свою любовь и внимание, также раздали Евангелие. Также в палаточном городе для бездомных было роздано двести Евангелий. Многое еще можно вычислять, что было сделано, какие были приобретения. В следующий раз эту радость. Это все хочу показать вам теперь фото. Что мы делаем, в чем вы участники? Вот вот это Евангелие, которое одной женщине было роздано и раздавались. Это в палаточном для бездомных, продукты, помощь, это горе, семья одна, вторая семья. В каком доме они вот таком вот живут? Наши батумцы. Вот этот маленький обзор. Так что спасибо Господу за каждого из вас. Халлелуйя. Это последнее служение в этом году, и поэтому я немного хочу вас ободрить. Я хочу говорить сегодня о голосе веры и о голосе окружающей обстановки, обстоятельств. Какой голос намного громче говорит в жизни каждого из вас. Давайте еще немножко помылись. Господь, благодарю тебя за все уши слышащие. Благодарю за Дух Твой, который посеет в наши сердца Слово, чтобы это Слово принесло результат в жизни каждого. И я прошу, говори в наше сердце. Говори в нашу жизнь. И утверди каждого из нас, чтобы будущий год следующий. Что бы ни происходило, чтобы в их жизни голос веры был намного громче, нежели голос обстоятельств. Благослови каждого из них. И воздай имени своему, славу, хвалу. Как Бог и Господь единственный. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Вы знаете, когда сегодня идет речь о многих кризисах и испытаниях, материальных, экономических. Когда ты слышишь о том, что следующий год может быть намного хуже и все может ухудшиться. Когда ты видишь, что каждый день наша валюта теряет свой курс. Что намного громче в твоем сердце и в твоем разуме? Голос Слова Божьего или вот этих окружающих обстоятельств? Что преимущественнее? Тот голос, который будет преимущественнее, такое положение будет у тебя. Вы знаете, наш отец веры, Абрам. Он, несмотря на свое положение. А я скажу тебе, что в его жизни голос, его обстоятельства был очень громкий. Это был голос его лет, возраста. Голос возраста жены и вообще обстоятельства, положения. Даже голос опыта и голос исторический. Которые говорили, нет, невозможно в таком теле неразить. Невозможно, чтобы у вас что-то получилось в этом возрасте. Ты не молодой парень, чтобы все начать заново. Никому в этот период не везло. Ничто тебе не поможет. Вы знаете, положение, его состояние было очень громким в его жизни. Но, несмотря на голос обстоятельств и положение, Библия говорит, что он все равно поверил Господу. Хотя обстановка не говорила о добре в его жизни. Окружающая обстановка все было против него. но громче этого голоса. В его жизни стал голос Божьи. Божье обещание стало. И я хочу спросить тебя, во что ты веришь? Когда ты видишь окружающую тебя обстановку, то, что творится в твоей жизни, будет ли это материально, экономически или со стороны здоровья. Взирая на свое тело или взирая на своих детей или на жену, я не знаю, на что. Взирая на правительство или на курс Ларии. Что ты веришь, когда на все это смотришь? Чего? Ожидаешь лично ты. Я не говорю сейчас церкви. Лично ты. Да, я вместе со всеми чего-то жду. Нет, лично ты. Чего ожидаешь? Во что ты веруешь? Какой голос в твоей жизни намного громче? Вы знаете, такой был священник, который в тот год был первосвященником Захария, звали его. Впоследствии отец Иоанна Крестителя. Он чего-то ждал в своей жизни. И то, чего он ожидал в один день является ангел и говорит ему, в этом году это придет в твою жизнь. Но голос окружающей обстановки в его жизни был настолько силен, настолько этот голос увеличился с годами, что он не смог поверить то, что это возможно. голос обстоятельств заглушил голос Божьи. И он не мог поверить, что это возможно, хотя возможно, да, он продолжал молитву, потому что ангел сказал, молитва твоя услышана, и будет у тебя сын. Но он уже не верит, потому что голос окружающей обстановки заглушает голос веры. Так часто ты слышишь, но настолько исчерпалась твоя надежда, что этот голос веры уже не может помочь тебе. А из-за того, что не веруешь, ему Бог также Захарий сказал, с этого дня будешь нем. Потому что лучше было оказаться немым, нежели говорить. Вот поэтому многие верующие ходят немые. Настолько безнадежно, настолько неразочарованно, исчерпана надежда, иссякла. Он нем, голоса его не услышишь. Немой, он не верит ни в будущее, ни в прошлое, ни в настоящее. А в нашей жизни происходит так. Ром, что мы больше верим в истинность Божьего Слова, нежели в истину. Или что же я имею в виду? Да, порой мы верим, мы говорим, да, написанная правда. Да, мы верим в истинность Божьего Слова. Что это истина, Божье Слово. но мы не верим, что это слово истина для нас. И мы думаем, что верим. но в это время мы не верим, мы просто верим в подлинность Библии, что это правда. Мы соглашаемся с этим словом. Но когда наступает очередь поверить, что это слово лично, наше, что это сказано для нас, что это обращено к нам, в это мы не верим. Как ты? Давайте прочитаем из Евангелия от Луки 8 главы. С 40 по 46 стихи. Немного длинное, но ничего, хоть к концу года так вот прочитай столько. 4 главы. И вот, и у нас, иисус, Это иисус, и сухи, и у нас, и этот, язык, и у них не было, но иисус, и у них истины. Немного длинного длинного, ТОРМЕТИЦЕЛИСАДА УКУДЕБОДА ГЗАТ МИМАВАЛИ ИЕСОСКИ КХАЛХИ АТСХДЕБОДА ЗЭД ДАИКОЕРТИ КАЛИ РОМЕЛИЗ ТОРМЕТИЦЕЛИССИЗХЛИЗДЕНИТИТАНЖЕБОДА ТЕЛИКОНЕ БАЕКИМЕПШИДАХАРДЖЯМАГРАМ ВЕРАВИНГАНКУРНА УКНИДАН МИУАХЛОВДА МИСИТАН АЦМИЛИЗККАЛТА ШЕХОДА ИМЦАМСВЕ ШЕХОДА СИЗХЛИЗДЕНА ДАИКИТХА ИЕСОМ ВИН ШЕМЕХО ХОЛЛА МИУАРА ПЕТРЕМДА МАСТАН КОПЕМАУТХРАЗ МОТЗГОРО ХАЛХИ ГАРЗГГАХХОЕВИЯДА ЗЭД ГАТСХДЕБА ШЕНКИ КИТХУЛОП ВИН ШЕМЕХО ХОЛЛО ИЕСОМ ТКОА ВИГАТ ШЕМЕХОРАДГАН ВИГРДЗЕНИРОМ ДЗАЛАГАУИДА ЧЕМГАН ДАИНАХА КАЛМАРОМ ВЕРДДАИМАЛА ЗРЦОЛИТМИУАХЛОДА ДАИМХОМ МИСЦИНА ШЕДА САДЖАРОД ГАНАТСХАДА РАМИЗЗИТАТШЕХО РОГОР УЦПАДГАНИ КОРНА УТХРАМАЗ АСУЛО ШЕНМЕРЦМЕНАМ ГАК КОРНА ЦАДИМ ШУЙДОБИТ ГЕРСИТХУАР ДАИМ ТАВРЕБИНА РОВИГАЦАМ МОВИДА СИНАГОГИ СУПРОСИ САХЛИДА НА ДАУТХРАМАЗ ШЕНИАСУЛИ МОКОДА НУ ГАРШИАЦУХЕП МОТЗГОАРЗ ИЕСОМКИЕСРОМОИСМИНАТКОА НУ ГЕШИНИЯ ХОЛОТ ИРЦМУНЕДА ГАДАРЧЕБА САХШИРОМ МИВИДЕНЕН АРАВИЗ ДАРТОНЕБА ШИГНИЧЕСУЛИКОМ ПЕТРЕЗ ИЯКОБИС ИУАНЕСА ДА ГОГОНАЗ ДЕДМАМИЗ ГАРДА ХОЛЕЛАТИРОДА ДА МОТКОВДА МАНКИТКОА НУ СТИРИТ ИСАРМОМ КУДАРАМ ХОЛОТ ЗЗИНАУС ИСИНИКИ ДАСЦИНОДНЕНЕ НАМАЗ ВИНАЙДА НИЦОДНЕРУМ КУДАРИИИХОМ МАНКИ ДАИЧИРА МИСИХЕЛИ ШЕЗЗАХАДАТКОА ГОГОНАЛ АГДЕК ДА БРУНГА СУЛИДА УЦЕПЦАМУДГА МАНКИ БРДЗАНА САЧЕМ ЭЛИМИЕЦ АТМИСТВИС ГАУЦДНЕНН БАВШИСМШОБЛЕБИ ХОЛУ МАМ БРДЗАНА АРАВИСТВИС ЭТКВАТ МОМХДАРИС ШЕЗАХЕКО КРОВОТЕЧЕНИЕМ 12 ЛЕТ КОТОРАЯ СДЕРЖАВ НА ВРАЧЕЙ ВСЁ ИМЕНИЕ НИ ОДНИМ НЕ МОГЛА БЫТЬ ВЫЛЕЧИНА ПОДОЙДЯ СЗАДИ КОСНУЛАСЬ КРАЙ ОДЕЖДЫ ЕГО И ТОТЧЕС ТЕЧЕНИЕ КРОВИ У НЕЕ СТАНОВИЛОСЬ И СКАЗАЛ ИИСУС КТО ПРИКОСНУЛСЯ КО МНЕ КОГДАЖЕ ВСЕ ОТРИЦАЛИСЬ ПЁТР СКАЗАЛ И БЫВШИЙ С НИМ НАСТАВНИК НАРОД ОКРУЖАЕТ ТЕБЯ И ТЕСНИТ И ТЫ ГОВОРИШЬ КТО ПРИКОСНУЛСЯ КО МНЕ НО ИСУС СКАЗАЛ ПРИКОСНУЛСЯ КО МНЕ НЕКТО ИБО Я ЧУСТВОЛ СИЛУ ИСШЕДШИУ ИЗ МЕНЯ ЖЕНЩИНА ВИДЯ ЧТО ОНА НЕ УТАИЛАСЬ СТРЕПЕТОМ ПОДОШЛА И ПАВ ПЕРЕД НИМ Объявила ему перед всем народом По какой причине прикоснулась к нему И как тот час исцелилась Он сказал ей ДЕРЗАЕТ ЧЕРЬ ВЕРА ТВАЯ СПАСЛА ТЕБЯ ИДИ С МИРОМ Когда он еще говорил это Приходит некто из дома начальника синагоги И говорит ему Дочь твоя умерла Не утруждая учителя Но Иисус услышав это сказал ему Не бойся Только веруй и спасена будет Придержив дом Не позволил войти никому Кроме Петра и Иоанна Якова И отца девицы и матери Все плакали и рыдали о ней Но он сказал Не плачьте Она не умерла Но спит И смеялись над ним Зная что она умерла Он же выслал всех вон И взяв ее за руку Возгласил Девица встань И возвратился дух ее Она тот час встала И он велел дать ей есть И удивились родители ее Он же повелел им Не сказывать никому О происшедшем Посмотрите история такова Начальник синагоги Приходит к Иисусу Поклоняется и умоляет о том Чтобы тот пошел к нему в дом Это человек Начальник синагоги Глава синагоги Как вы думаете Прежде чем дойти до Иисуса Не побеспокоил ли он врачей? Начальник синагоги Прямо бы не пошел к Иисусу Ведь в синагоге Было запрещено Обращаться к нему Этот человек Прошелся по врачам Однако те помочь не могут И ребенок умирает Двенадцатилетняя девочка Он готов ради нее Сделать все Вот знаешь Когда ты хочешь помочь Своему ребенку Но не можешь Это страшнейшее чувство В жизни этого человека Положение ухудшается Потому что ни один врач Помочь не может И он решает Пройти к Иисусу И Иисус идет с ним В это же время Другой человек Страдающий Двенадцать лет Не двенадцатилетняя А двенадцать лет Как страдающая В ее жизни Все врачи Которые обнадеживали И брали деньги Никто не смог помочь Посмотрите И в ее жизни Нету молчания Если так сказать Ибо в ее жизни Голос окружающих Обстоятельств Болезни Очень громко Финансово разоренная С поврежденным здоровьем Женщина Решает прийти К Иисусу И она получит исцеление Знаешь Написано Многие ожидали У всех было ожидание Иисуса Но исцеляется Только это одна Женщина Было ожидание И все теснили его И так сказали Ученики Что все окружают Теснят тебя И ты спрашиваешь Кто прикоснулся Но эта женщина Прикоснулась Верой И исцелилась И вот радость Этого исцеления И Аир уже успокоен Он идет Следует Потому что Иисус Согласился Представляешь Расслабился Человек Ведь до этого Напряженный Думающий Что ничто Не помогает И вдруг Вот она Искорка Этого света Он расслабился Он спокоен Потому что Иисус Идет в его дом Он знает Что где он То там будет Ответ для его жизни То чего ожидал Вот совсем Немножко осталось И вдруг Внезапно Кто-то приходит Вот кто-то Такие Вот такие Вот есть они Они приходят И приносят Информацию Поздно Не утруждай Дочь твоя Умерла Не беспокой Поздно Узнает Человек Который Оставил Умирающую Дочь И он Слышит Такую Информацию Так же Легко Сдаться Жизнь Жизнь Смерть Победила Победила Ничто Не изменит Этого положения Неужели возможно Чтобы смерть Изменилась Но Иисус Но Иисус Иисус И Аир Принимает решение Не слушать А ведь это Пришли знакомые Из дома Его К нему И он Не слушает Тех людей Которые Говорили К нему О безысходности Его положения И посмотрите Сцена Такова Иисус Идет Вместе С Яиром Они Заходят В дом Где Рыдают И плачут А Иисус Говорит Не плачьте Она не умерла Только Спит И посмотрите Эти Рыдающие Люди Сразу же Вдруг Начинают Смехаться Над Иисусом Знаешь Кто-то Кто-то Будет смеяться Над тобой Знаешь Почему Смеялись Они же Знали Что Она Умерла Они Своими Глазами Видели Что Она Умерла Для них Обстановка Была Выше Всех То Что Они Видели Настолько Сильным Было В жизни Что Они Смеялись Эй Фанатик Какой Знаешь Что Люди Они Над Смея Кому Кто-то Не Верит Вы Знаете Почему Потому Что Они Видят Реальность Во Что Верит Ты Во Во Что Ты Веришь Уже Поздно Верить Какое Добро И Написано Иисус Выслал Всех Вон Он Не Дал Права Тем Людям Быть Там И Сказал А сейчас Парни Все Вместе Выгони Вон Из Твоей Жизни Тех Людей Вышли Вон Которые Сеют Негативное В твою Жизнь И Если Ты Хочешь Чтобы Голос Слова Божьего Был Выше Голоса Твоих Обстоятельств В твоей Жизни Вышли Вон Таковых Людей Из твоего Оружения Некоторые Думают Что с этой Сцены Мы Порой Шутим Что Говорим Божьем Или На тебя Ж Такое Не Подействует Но Проходят Годы Это Воздействует И Вообще Такие Люди Умирают Для Бога И Они Живут В Безнадежности Вышли Тех Людей Убери Удали Которые Насмехаются Убивают Убивают Твою Веру И наоборот Делают Больше Голос Обстоятельств В твоей Жизни Заглуж Убага Есть Для Тебя Слова И Чтобы Это Слово Было Всегда Живо Чтобы Это Слово Было Сильным И Что-то Изменило В твоей Жизни Тогда Не Позволяй Этому Голосу Через Кого-то В твоей Жизни Заглушить Голос Божьего Слова Убер Не Надо Выносить И Терпеть Таких Людей Рядом С С С Нет Нет Я Не Говорю Когда Ты Проповедуешь Об Иисусе Вот Тогда Я Говорю Когда Кто-то Насмеивается Над твоей Верой Ожиданием И Разрушает Твои Будущие Надежды Чтобы Утвердить Веру Авраама Бог Кто Давал Ему Смотреть На Звезды То На Песок Морской От Чего Бы Вера Его Возросла Это Просто Принцип Чтобы Верой Вера Возраст Люди Которые созидают, строят твою жизнь. Да, должны быть те, которые будут рядом с тобой плакать, сострадать. Но только этим не ограничиваемся. Но также те, которые сделают выше твою веру и утвердят тебя в Боге. Так что выбор за тобой. Чего ты ожидаешь? В будущем году. И в будущие годы. Ты избираешь, кто будет рядом. Ты избираешь, чей голос будет силен в твоей жизни. А обстоятельства они никогда не говорят хорошее. Апостол Павел говорит, что все видимое временно. Мы жили в период купонов. И не умерли. Более стройные были. Так что мы знаем, как жить в любом положении. Пусть жизнь тебя не пугает. Возможно, стоять выше всего этого. Потому что своим приходом Иисус на эту землю не просто оставил нас на земном уровне. Он возвысил нас и посадил на небесах. Что выше всего. И на самом деле всякая проблема должна быть под ногами твоими и ты должен проходить по этим волнам житейским. Но это возможно тогда. Когда ты дашь право Божьему слову быть громче всех в твоей жизни. И когда написано кто не возненавидит своих мать, отца, детей и даже самого себя. И не возьмет креста своего и так последует за мной тот не сможет быть моим учеником. Возненавидеть значит что голос отца, матери, братьев, сестер, детей, супругов и даже свой собственный должен быть намного ниже, нежели голос Иисуса в твоей жизни. Потому что возможно они могут разрушать твою веру. Как раз таки крест и есть пересечение голоса этих ближних и Божьего голоса. Кто не возненавидит голоса того, который выше, громче голоса моего, а чтобы это сделать нужно взять крест. И нелегко перечеркнуть некоторые голоса. Нелегко выключить эти голоса, вы проводите свои жизни, которые возвышаются над голосом Божьим в твоей жизни. однако если ты хочешь достигнуть результата, если ты хочешь чтобы Бог благословил твою жизнь и что-то изменил, тогда реши, что Божий голос будет наивысшим голосом над всеми другими голосами. и ничей голоса, и голос никаких обстоятельств не сможет заглушить голос Божий в твоей жизни. И вот тогда у нас будет результат. Тогда мы получим ответы. И вот поэтому следующий год пусть будет для тебя тем годом, в котором голос Божий самый высокий. И пусть голос обстоятельств не заглушает и не уподобляйся Захарии в этом. нам не нужны значит такие немые члены церкви. Нам нужны говорящие новозвестники, которые верят в чудеса. Аллилуйя! И в конце этого года я хочу, чтобы мы приняли хлебопреломление, Иисус сказал, когда вы будете есть хлеб все и пить чашу сию, воспоминайте Меня. Знаешь, у этого Рождества был смысл из смерти. Или Он родился, чтобы умереть и воскреснуть. Ибо когда Он родился было сказано и родишь Сына и Он спасет людей, наличешь Ему имя Иисус и Он спасет людей своих от грехов их. Но чтобы спасти от грехов Он должен был умереть. Но не только умереть. Он должен был воскреснуть. или сегодня я хочу сказать тебе что то, что сделал Иисус это говорит о том, что Он тот, кто посранил смерть. Поразил. Он воскресил. Или ты уверовал в победу жизни, когда уверовал. Иисуса ты принял спасителем. Ты просто исповедовал то, что ты веришь победу над смертью. Ты веришь в торжество жизни. Разве не так? Или окружающая обстановка. Или обстоятельства, если даже все время говорили о смерти. даже если обстоятельства не говорили ничего о жизни. Четыре дня как мертвые. И может быть ты четыре дня мертв. И ты даже слышал голос земли, как ее посыпали тебя. захорон если его голос слышал в твоей жизни. Не имеет значения сколько дней это смерть. Не имеет значения сколько землей засыпали. Насколько закопали. Знаю жизнь все равно победит. Обстоятельства могут измениться в твоей жизни. Потому что есть тот кто превратит смерть в жизнь. Он поражение превратит победу. вы знаете Иисус однажды сказал такие слова. Я не большой знаток греческого. Но Иисус сказал такие слова. Кто верует в сына он на суд не приходит. А в греческом так написано. вы можете перепроверить. Кто верует в сына вот этот суд слова в греческом это кризис. Кто верует в сына кто верует в Иисуса в кризис не впадет. Существует победа над кризисом. И это наш Господь Иисус Христ. И сегодня я хочу это причастие принять с той верою что ты веруешь ты уверен что жизнь торжествует в твоей что кризис не имеет места в твоей жизни. Что все может все впадут а ты не впадешь. И если Божий голос потому что если в него веруешь если его голос первый в твоей жизни если его голос выше голосов обстоятельств тогда не впадешь ты в кризис тогда будет изменение тогда будущий год для тебя будет лучше во имя Иисуса